Фонд поддержки креативной индустрии появится в Казахстане для помощи талантливым людям в реализации их идей. Механизмы развития отрасли обсудила с экспертами, прибывшая с рабочим визитом в Петропавловск, заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова. О том, какие вопросы поднимали на встрече в нашем материале. Это выступление воспитанников единственного в стране ансамбля, в котором занимаются дети с нарушением слуха. Танцевальный коллектив не раз становился победителем республиканских и международных конкурсов. Теперь основатель и художественный руководитель ансамбля Ольга Ростовщикова планирует развивать инклюзивное творчество. По стечению 18 лет разработал свою авторскую методику. Хотелось бы делиться этой методикой, потому что сегодня талантливая молодежь, которая оканчивает школу, к сожалению, дальше развития нет. Наши ребята могут обучаться и актерскому мастерству, и хореографическому искусству. Сегодня мы работаем тем, чтобы запатентовать, издать книгу, методичку. План художественного руководителя поддержала заместитель премьер-министра. Тамара Дюсенова предложила организовать международный конкурс для детей с нарушением слуха в Казахстане. Танцевальная группа начала репетировать в недавно открытом Кызылжар Креатив Центр. Здесь помимо ансамбля работают и другие творческие кружки. В своем послании президент страны поручил развивать креативную индустрию. На данный момент в Казахстане функционируют 10 таких центров. И в будущем они будут открываться не только в городах, но и в районах. Уже у нас запланировано в Павлодарской области. По АКСУ мы сейчас ведем переговоры по Казалардинской области, в районе Щиеля. Там тоже будет открыта такая вот хорошая коллаборация с нашим национальным почтовым оператором. На базе отделений Казпочты будут открываться вот такие, не такие большие пространства, конечно, как здесь. Поскромнее, да, с учетом демографических показателей того или иного района. Первый проект с Казпочты мы откроем в Туркестане. Тамара Дуисенова встретилась с представителями креативной индустрии региона. Заместителю премьер-министра специалисты представили свои предложения и обсудили новый законопроект, направленный на поддержку креативной отрасли. Это та сфера, где мы должны поддержать творческую активность граждан. Очень хороший опыт работы в области по созданию креативных хабов. Я увидела здесь очень хороших проектов, которые необходимо поддерживать. Каждый проект в этой области позиционирует эту область с точки зрения его климата, его туристические возможности, его сельскохозяйственное назначение. В завершении встречи Тамара Дуисенова подчеркнула, что креативная индустрия в Казахстане должна стать движущей силой экономики, а проекты всегда будут получать поддержку от государства.